здравствуйте продолжаю передачи прекрасного острова кипр предыдущем видео я показывал японский volkswagen но на самом деле кипр это высшее владение англии и тут британских старых машин гораздо больше как ни странно сейчас даже британские машины привозят на кипр из японии и в прошлом обзоре я показывал в автосалоне японский мини и теперь мне предоставилась возможность на таком покататься это тоже прокатная машина мини country man год его выпуска с точностью определить не удалось но на ремнях значится 2013 это предыдущее поколение сейчас уже другой немножко кузов а то называется cooper country man мини cooper country man тот кажется был в комплектации кроссовер назывался который я рассматривал в прошлый раз это полноприводная машина all for не знаю что за комплектация но неплохая обычные фары теперешних стоят кажется диодные 16 колеса белая крашеная крыша двухцветный кузов без люка и японская наклейка которая безошибочно говорит нам о том что автомобиль ввезен из японии он выглядит отлично мне очень нравится внешне он совершенно гармоничен по внешнему виду можно определить что автомобиль с претензией на хорошие драйверские качества что собственно так есть это тот прекрасный дизайн на самом деле вот внешне в экстерьере я не вижу ничего лишнего он прекрасен гармоничен все тут на месте нет вычурности чего нельзя сказать об его интерьере сейчас мы сядем машину и вы увидите что я имею ввиду заглянем салон мини купера countryman дверная ручка напоминает до боли знакомую девяточку что вот это такое неужели теперь и так тоже делают посмотрите друзья но сейчас я расскажу только немножко переставим машину чтобы солнце по-другому падала в салон а заодно посмотрим как он заводится вот ключ от countryman а с фирменным белком мини он представляет собой вот такую неваляшку с обычными тремя кнопками открыть закрыть и багажник это без ключевой доступ нет это ключевой доступ на нем надо нажимать кнопки чтобы попасть но поначалу поначалу у меня вызвало недоумение потому что ключ лежал у меня в кармане я пытался нажать на кнопку старт-стоп ничего не происходило только потом я обратил внимание на это полукруглое углубление оказывается ключ что надо вот туда засовывать вставлять туда ключ притапливать и тогда все начинает оживать можно запустить двигатель ну познакомимся с приборной панелью видно что пробег очень почтенный автомобиля 191 с половиной тысячи километра осветим или осветим осветим уборную панель вот так получше что ж что можно про это сказать внешность шантри вена на мой взгляд она диссонирует и противоречит внутреннему его содержанию потому что если снаружи он гармоничен и даже несколько лаконичен внутри здесь какой-то пир дизайна посмотрите все наполнено полукругами и кругами круги дверных ручек полукруги дверных панелей круги дефлекторов круг ключа и полукружие слота в котором вставляется подстаканники круглый постамент рукоятки переключения передач огромные круглые этот мульти прибора со спидометром и интегрированы в него радиолой полукруглое зеркало все это какое-то бессмысленное нагромождение вот эти вот панели под которые можно просунуть руку что это за бок бокс для очков где подлокотник непонятно чрезмерно огромная рукоятка ручника полукруглые же педали я понимаю что это видимо дизайн который призван подчеркивать его оригинальность и необычность но на мой взгляд выглядит это просто чрезмерно и безвкусно не знаю что со мной конечно поспорите вот эти тумблеры разделенные видимо с отсылкой к авиадизайну которые отвечают тут за освещение салона и так далее с перемычками вот зачем это это цепляет взгляд и если честно коробит мой эстетический вкус уж вы меня простите точно так же и здесь сиденья тоже в полукруглом дизайне выполнены и такая вот эллипсоидная такой эллипсоидный фонарь что тут ничего особенного я рассказать не могу пластик выглядит дешевым дешевым и твердым хотя на самом деле оказывается что мягкие видимо не такой уж и дешевый по правде сказать меня вот интерьер этого кроссовера или что это то это это не кроссовер это просто мини с чуть увеличенным дорожным просветом и с полным приводом насколько я знаю он базируется на базе x1 бмв и двигатель тоже здесь от бмв попозже мы туда заглянем понятно что машина подуставшая почти 200 тысяч пробега ретро радиола не знаю может быть это ориентировано на целевую группу женщин или людей которые хотят позиционировать себя как необычных и креативных вам не это напоминает кукольный театр и даже тут круглые зеркальце друзья ну что ж заглянем под капот как его предыдущей машины у фальсвагена рукоятка крайне какого-то смело я безуспешно пытался найти ее со своей стороны сожалению никакого техпаспорта на машину нам не предоставили из которого можно было бы заключить какой мощности этот мотор но тут сюда оставили два turbo мотора по моему по 16 литра с разными турбинами 140 сил и 180 сил и двухлитровый дизель это точно не дизель поэтому это один из двух бензиновых двигателей вот здесь на немецком языке шильдик здесь табличка которая рассказывает нам о цвете мини бриллиант купер металлик называется больше тут я ничего не могу рассказать кроме того что вот смотрите как опять же не совсем обычно открывается капот видимо предоставляя больший доступ к двигателю хотя чем-либо кроме дизайна я не считаю что это обусловлено надо отметить вот это тот пластик из которого сделаны накладки и молдинги если присмотреться не знаю видно или нет он имеет такую полосатую структуру со стороны и и во всяком случае на глаз очень хорошо видно тут парктроники похоже не штатные на двигателе бмв стоит шильдик мини сожалению у данного экземпляра не открывается багажник там что-то сломалось но мы можем заглянуть в него через салон хороший я считаю особенностью заднего ряда сидений является то что она не только складывается два к одному вернее три к одному все эти вот сиденья и в том числе средний превращающийся в подлокотник перегородка между сиденьями раскладываются по отдельности и более того сиденья регулируются по как это называется выезду или вылету то есть их можно регулировать в продольном направлении зависимости от необходимости как это сделано сейчас то сиденье вплотную придвинуто к передним а это сдвинуто назад что у нас сзади в багажнике багажнике ничего особенного в двойное дно попробую заглянуть туда при помощи камеры вот вы видите друзья сейчас что-то находится я не вижу ну то что такое а сюда кладется полка все я считаю что больше тут рассказывать нечего если честно я вот британских автомобилях очень давно не сидел когда-то я был на тест драйве ягуар и рейдж ровер и тогда они произвели на меня гораздо более благоприятное впечатление на самом деле и интерьером этот мини кантри вам несколько разочаровал скажу по правде потому что я привык к японским автомобилям там нет этих дизайнерских излишеств за исключением некоторых современных вот последних автомобилей тут я чувствую себя неуютно салон тесный расположиться с удобством не не удалось и в общем все тут какое-то неродное когда я здесь сел в 15-летнюю honda fit и почувствовал запах салона японского и я оказался как дома хотя друзья возможно среди вас есть поклонники британских автомобилей у вас найдется что возразить но что есть то есть на мой взгляд он чрезмерно вычурный этот салон тут не соблюдена грань между оригинальностью и кича но и у кича есть свои поклонники и теперь настало время прокатиться потому что говорят что поклонники любят вот мы и проверим каковы драйверские качества он называется country man поэтому я прибыл на кантри сайт вы видите это сельская местность на кипре немножко прокатиться а он еще о чем-то постоянно ругается ультающим голосом наверное это можно отключить но я не разобрался как в обзорах я видел и стал я немножко ознакомился тем что есть читал что машина жесткая я бы не сказал что она сильно жесткая нет она наоборот довольно мягкая вопреки ожиданиям проезжает по неровностям и камням вполне сносно клиренс здесь очень маленький 165 миллиметров насколько я помню поэтому конечно даже попыток использовать его качестве кроссовера принимать не стоит но вот по небольшой о небольшой грунтовки мы прокатиться можем по небольшим неровности он закрылся конечно рулевое очень острое несмотря на почтенный возраст и пробег подвеска энергоемкая я думал что это будет такая драйверская табуретка а он даже слегка валки может быть конечно это из-за того что у него стали мягкими пружины и амортизаторы но во всяком случае мне нравится конечно его стихия это асфальт и вот тут турборазгон мини отлично ощущается катить на нем по извилистой асфальтовой дороге горной одно удовольствие видимо это его среда стихии есть это то за что любят эти автомобили все о чем я рассказывал до этого имеет мало отношения вот настоящему этому духу машины которую британцы и немцы постарались создать я считаю что у них получилось винчивается прямо в повороты без крена как ни странно на грунтовке он показался мне даже слегка волки на асфальте он прямо как каменный можно поднавалить ну как бы чё тут не захватывающий друзья прямо скажу не захватывающий он разгоняется но не думаю что этим можно наслаждаться долго покатаясь немножко и наверное на этом мое знакомство с купером мини закончится поклонником марки я точно не стану вот тут попалась яма на дороге он почти не заметил в общем я наверно понимаю японцев которые при наличии от всех тех автомобилей что у них там есть покупают эти мини купера и также я их понимаю почему они быстренько продают в том числе на кипр не знаю продают ли в россии на дальнем востоке праворульная мини думаю вряд ли потому что конкурировать с японскими кроссоверами о чисто потребительским утилитарным качеством он не может ну а качестве машины для веселья вполне подходит вот надо сказать что в темноте приборы светятся довольно приятным таким оранжевым апельсиновым цветом но амбиентная подсветка которая освещает салон довольно назойливая и неприятная наверное с этим можно как-то побороться что-то тут подкрутить но мы пока не разобрались тесные улочки городка пентакомо ездить по левой стороне совершенно не сложно я очень быстро к этому привык потому что тренер тренировался на велосипеде в этом царстве плавных линий кругов и полукружий есть одна угловатая деталь это стекло надо было его сделать полукруглым выключение двигателя тоже двухступенчатое я не знаю что будет если просто выдернуть а он не выдернется у него надо сначала нажать поэтому нажимаем на кнопку старт-стоп и потом вытаскиваем этот тут чудо круглый брелок руль удобная прекрасный кожаный руль надо сказать что за 200 тысяч пробега он почти не истерся да совсем не истерся и видимо все таки материалы из которых сделан салон качественные потому что он выглядит неплохо для своего возраста и для своего пробега всем большое спасибо подписывайтесь на мой канал скоро здесь будет отчет о велопутешествии по кипру всем удачи всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok